МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Спасение на лагерь. Сокруглый полиция спас двух туристов, тонувших в море. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делу время по тихий час. О трудовых буднях каспийских школьников смотрите через несколько минут. Сила, ловкость и командный дух. Впервые в Кизляре прошел спортивно-патриотический фестиваль Кавказской игры. Крупные аварии в Дагестане пострадали 7 человек. Пассажирская «Газель» и грузовой «КамАЗ» столкнулись в Дзербинском районе, близ села Нижний Джалган. Один из пострадавших после оказания врачебной помощи отпущен. На месте ДТП работает бригада экспертов ГИБДД Республики. Виновный в ДТП пока не установлен. Неудавшиеся вымогательства. Двое дагестанцев задержаны за шантаж. 100 тысяч рублей. Такую сумму они требовали у 23-летней жительницы Каспийска под угрозой распространения поручичьих ее сведений. Парни были задержаны с поличным во время передачи девушкой им части денег. Я от своего друга познакомился с девушкой. Я получил ее голую фотку. Я ей позвонил, я ей сказал, что у меня голая фотка, и мне нужно с ней встретиться. Она мне сказала, я тебе деньги дам, чтобы ты эти фотки удалил. Я говорю, сколько ты можешь дать мне? Она мне говорит, что 25-30 тысяч могу дать. В настоящее время злоумышленники задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Двойник известного дагестанского КВНщика Амара Алибутаева обманул женщину на 300 тысяч рублей. Так, в 2017 году Марсель Осеков зарегистрировал в одноклассниках страницу «Амар» и «Горцы от ума» и стал знакомиться с разными людьми, представляясь артистом. В итоге жертвой злоумышленника стала 62-летняя Ольга Наврузова. Мошенник убедил ее в том, что она имеет право на получение жилья в Махачкале в рамках реализации госпрограммы. Я говорю, ну хорошо, с моей стороны что нужно? Он говорит, ну с вашей стороны что нужно? Только, говорит, финансовые там некоторые оплаты делать и все. Ну так вот потихоньку он у меня вытаскивал деньги. За подозрив неладное, потерпевшая обратилась в отдел полиции в Махачкале. Правоохранительные органы вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый мужчина, который проживал в Ростове. Делал ее заблуждение. А кем вы ей представились? Я Амаром представился. Каким Амаром? Альбутаев. КВНщика. Да. И заблуждение вы как ее делали? Делал ее заблуждение, что я помогу ей получить жилплощадь в городе Махачкале и поспособствую все этому. И взял у нее денежные средства в размере 300 тысяч рублей. И потратил на свои личные нужды. С морем, увы, связаны не только приятные впечатления, но и большое количество несчастных случаев. Не все соблюдают меры безопасности на воде. И в летний период случается немало трагедий. Но благодаря герою нашего следующего сюжета удалось спасти две жизни. О героическом поступке сотрудника полиции, который спас стунущих туристов, в материале моего коллеги Камиля Девятова. Расул Хасбулатов провел целую спасательную операцию. Услышав призыв о помощи, мужчина незамедлительно бросился в море. Полицейскому удалось вытащить из воды женщину, лежавшую на надувном матрасе в бессознательном состоянии, и молодого мужчину. На помощь спасателю пришли и отдыхающие граждане. Аккуратно его вытянули, и я расстегнул жилет, чтобы думал, определить, что с ним, как он дышит, не дышит. Жилет в двух местах отсоединил, и как бы с одной руки снял, и полностью не получилось, потому что там было снизу завязано узел. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Ими оказались жители Московской области, мать и сын. Они были доставлены в городскую больницу, где были помещены в отделение реанимации. Врачи сообщают, что они находятся в тяжелом состоянии. После оказанной помощи врачами скорой помощи и реанимационного отделения состояние больных, значит, Адрианова Кирилла Вячеславовича с положительной динамикой, состояние Адриановой Натальи Вячеславовны сохраняется стабильно тяжелое. Камиль Девятов, Курбан Рагимов, Зумруд Гамидова, телеканал ННТ, Избирбаш. В Махачкале выросли цены на землю. За последние четыре года наблюдается скачок на 6,7%. Эксперты портала домофонд.ру изучили цены на участки в крупнейших городах страны. И, как ни странно, в целом по России наблюдается снижение цен на 25%. Максимальное снижение было зафиксировано в Краснодаре – более 33%. Однако Махачкала продемонстрировала рост со 150 тысяч рублей за одну сотку земли до 160 тысяч. Тем самым столица Дагестана расположилась на 28-й строчке из 77 городов, вошедших в исследование. 15 новых мусоровозов доставят в Махачкалу до конца июля. Об этом сообщили в правительстве республики. К Махачкалу уже доставлены 22 новых мусоровоза. Поступление еще 15-ти ожидается к концу месяца. В общей сложности на данный момент обустроено 120 площадок в разных районах столицы республики и еще 12 в поселке Семендыр. Лето – долгожданная пора школьных каникул. Солнце, море, мороженое и футбол во дворе. Казалось бы, только успевая наслаждаться отдыхом, если бы не одно «но». Где взять деньги обыкновенному школьнику на летние развлечения? В Каспийске такую возможность предоставил местный центр занятости совместно с клининговой компанией. В трудовые будни подростков окунулась и моя коллега Зумрудгамидова. Ей слово. Они не пошли играть в футбол и компьютерные игры. Вооружившись мусорными мешками и перчатками, подростки пошли работать. Вот уже на протяжении месяца ребята наводят порядок на городских пляжах. Ученик Каспийской школы номер два Артем Пода не видит в такой работе ничего зазорного. Говорит, физический труд только на пользу. Артем уже решил, что на заработанные деньги купит велосипед. А еще это отличный способ сделать что-то полезное для родного города. Мы хотим помочь городу почистить его, а то люди уже не замечают его, что он становится очень грязным. Мы вот пришли поубирать пляжи, почистить их. Они стали очень грязные в последнее время. Мы их хорошо очистили. Вместе с Артемом в трудовом отряде работает еще 10 ребят. Труд во благо финансовой независимости недолгий. Подростки работают по часу в день. За один летний месяц школьники могут заработать 5000 рублей. Ребята работают на протяжении трех месяцев. Получают довольно-таки нормальную сумму для развития. Купить себе что-то в школе, какие-то школьные принадлежности и так далее. И сами приучаются к труду с раннего детства. На мой взгляд, это очень нужно для нашей молодежи в настоящее время. Данная акция в первую очередь направлена на то, чтобы прививать людям чистоту, чтобы убирались за собой и проявляли солидарность к нашим работникам, потому что мы выполняем одно общее дело. Отдых отдыхом, но когда в кармане есть кровно заработанные деньги, оставшееся время каникул можно превратить хотя бы в небольшой, но праздник. И, как отмечают сами подростки, коллективный труд позволил им обрести новых друзей. Теперь они с удовольствием проводят время вместе и после работы. Сумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Около 10 тысяч паломников от Дагестана вылетят в этом году в Саудовскую Аравию для выполнения обязательного обряда мусульман-хаджа. Об этом на пресс-конференции сообщил министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов. По словам министра, уже проведены предварительные работы и подготовлен план мероприятия по проведению хаджа в 2019 году. Изменений в требованиях к паломникам от Саудовского государства в этом году нет. Изменен лишь формат выдаваемой визы. Теперь он будет только в электронном варианте. Паломникам перед отъездом необходимо будет позаботиться о прохождении вакцинации и погашении долга. Как и в предыдущие годы, организация поездки паломников была доверена хадж-компании «Марватур». Мы свою работу по организации хаджа проводим совместно с Муфтиятом Республики Дагестан и уполномоченным по организации хаджа туроператором ООО «Марватур». В связи с тем, что в прошлые годы положительно была ценна работа ООО «Марватур» Республики Дагестан по организации именно хаджа. И в текущем году это общество «Марватур» рекомендовано для того, чтобы провести эту работу. Первый вылет состоится уже 23 июля. Как и в прошлом году, паломников от места сбора до аэропорта будут довозить специальные автобусы. Всего будет 44 вылета. Паломники будут разделены на группы по 50 человек. Руководителями этих групп станут гиды, прошедшие специальные подготовительные курсы. И на родину дагестанцы вернутся до конца августа. Сила, ловкость и командный дух. Впервые в Кизляре прошел спортивно-патриотический фестиваль «Кавказские игры». 40 команд из разных уголков республики соревновались в Пятиборье, куда были включены все народные виды спорта. Кто в этом показал лучший результат, узнаем в материале Курбана Рагимова. Центральный стадион Кизляра на один день стал ареной жарких спортивных баталий. 40 команд, это порядка 400 человек, соревновались в силе и выносливости. Своё мастерство участники показывали в Пятиборье. Формат турнира был выбран не случайно. Здесь задействованы все виды спорта, которые из покойных веков наши деды и наши отцы соревновались между собой. Тут перетягивание каната, поднятие гири, подтягивание, бег, стометровка, плюс ещё и грузинская борьба. То есть охватили всех, как бы можно сказать, и борцов, и бегунов, и силачей. Схватки по правилам грузинской борьбы Чидаоба привлекли особое внимание зрителей. Здесь участники демонстрировали спортивный азарт и завидную волю к победе. Кульминацией стало перетягивание каната. Это, как правило, визитная карточка любых национальных состязаний. Финал затянулся до полуночи. Победа здесь гарантировала успех во всём фестивале. Кюзлюртовский горец ставит жирную точку. Мотивацией к успеху стал приз в 30 тысяч рублей на команду. Фестиваль спорта призван сплотить молодёжь Кизляра и соседних районов. С такими словами к участникам и зрителям обратились организаторы. С приветствием также выступили почётные гости, в числе которых были представители органов власти, общественники и именитые спортсмены. Лучше мериться удалью, силой и выносливостью в таких мероприятиях, чем враждовать или где-то выяснять отношения в другом месте. Мужчины всегда отличало соперничество и доброе соперничество между собой. Хочу сказать, что подобные мероприятия очень нужны, очень важны, поскольку способствуют сохранению традиционной культуры, а также самое главное – укреплению межнациональных братских отношений. В тройку призёров помимо кюзлюртовских горцев сумели войти хозяева – это команды Аверьяновка и Росгвардия. Первые кавказские игры в Кизляре прошли на ура, и организаторы планируют здесь ещё ряд спортивных турниров. На очереди кубок по футболу, проведение которого намечено на август. Курбан Рагимов, Шамиль Амаров, телеканал ННТ, Кизляр. Накануне стартовало первенство зоны йог профессиональной футбольной лиги. В этом третьем по рангу дивизионе российского чемпионата представлено сразу три махачкалинских клуба. Минимальной победой 1-0. Свой первый в истории официальный матч завершила Махачкала. Дебютант лиги на резервном поле Анжиарены встречался со Спартаком из Владикавказа. Успех команды Руслана Агаларова принёс точный удар в исполнении Амирхана Тимукова. Голос со штрафного решил исход встречи с участием ещё одной нашей команды. Легион «Динамо» на выезде взял верх над другим осетинским клубом «Алани». Ещё одну победу Дагестану могли принести футболисты Анжи. Жёлто-зелёные в этом сезоне укомплектованы игроками молодёжной академии. В матче со Спартаком из Нальчика они вели в счёте до последней минуты. Но в компенсированное время арбитр усмотрел фулл штрафной Махачкалинцев и назначил пенальти. Нальчане реализовали его, сравняв счёт на шестой добавленной минуте 1-1. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»